Здравствуйте, девятиклассники! Тема нашего сегодняшнего урока подготовка к УГ треугольники нахождения неизвестных элементов Итак, повторим, что в равнобедренном треугольнике углы при основании равны в треугольнике сумма углов равна 180 градусов Итак, рассмотрим задачу первую Известно, что треугольник АВС равнобедренный угол А равен 55 градусов а нам необходимо найти угол В Мы с вами знаем, что в треугольнике сумма углов равна 180 градусов треугольник равнобедренный в равнобедренном треугольнике углы при основании равны значит угол А равен углу С равен 55 градусов Чтобы найти неизвестный угол В, мы должны из 180 градусов вычесть 2 умножить на 55, и в ответе получим 70 градусов. Повторим, что внешний угол треугольника – это угол, смежный с углом треугольника. Сумма смежных углов равна 180 градусов. В треугольнике сумма углов равна 180 градусов. Рассмотрим следующую задачу. Известно, что внешние углы треугольника при вершине А и В равны соответственно 63 градуса и 123 градуса. Необходимо найти внутренний угол С. Мы знаем, что внутренний угол треугольника САВ будет смежный с внешним углом треугольника, который равен 123 градуса. И для того, чтобы его найти, мы из 180 градусов вычитаем 123. В результате получаем 57 градусов. Чтобы найти угол СВА, внутренний угол треугольника АВС, мы должны из 180 градусов вычесть 63 градуса и получим 117 градусов. В результате, чтобы найти угол ВСА, внутренний угол треугольника, мы из 180 должны вычесть полученные углы 57 градусов и 117 градусов. В ответе мы получим 6 градусов. Итак, ответ 6. Повторим, что в равнобедренном треугольнике углы при основании равны, бисектриса – это луч, который делит угол пополам, и в треугольнике сумма углов равна 180 градусов. Рассмотрим следующую задачу. Итак, задача номер 3. В треугольнике АВС проведена бисектриса угла А. Причем, это бисектриса АЛ равна расстоянию БЛ. Угол Б равен 23 градуса. Необходимо найти угол С. Итак, из условия сказано, что бисектриса АЛ равна БЛ, значит треугольник АВЛ равносторонний. В равностороннем треугольнике углы при основании равны, значит угол Б равен углу БАЛ равен 23 градуса. Угол БАС равен сумме углов БАЛ и ЛАС. Значит, чтобы найти угол БАС, мы складываем 23 плюс 23 градуса и получаем 46 градусов. Для того, чтобы найти угол С, мы должны из 180 градусов вычесть 23 градуса и 46 градусов и получим 111 градусов. Итак, ответ 111 градусов. Повторим, что косинус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета к гипотенузе. И в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Рассмотрим следующую задачу. Задача номер 4. Известно, что в прямоугольном треугольнике угол С равен 90 градусов, косинус угла Б равен 3 пятых, необходимо найти катет АС. Известно, что косинус угла Б – это отношение прилежащего катета БС к гипотенузе АВ. По условию сказано, что косинус угла Б – 3 пятых, значит, приравняем правые части. То есть, БС относится к АВ как 3 к 5. Видно, что АВ – это 5 по рисунку, значит, БС отсюда следует, что равно 3. По тереме Пифагора АС равно корень квадратный из гипотенузы в квадрате минус катет БС в квадрате. Подставляя известные величины, мы видим, что АС будет равно корню квадратному из 5 в квадрате минус 3 в квадрате, что будет в ответе равно 4. Итак, ответ 4. Повторим, что тангенс острого угла прямоугольного треугольника равен отношению противолежащего катета к прилежащему. И в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Рассмотрим следующую задачу. Известен прямоугольный треугольник АВС. Угол С равен 90 градусов. Известно, что тангенс угла А равен отношению 15 к 8 найти гипотенузу АВ. Итак, известно, что тангенс угла А – это есть отношение противолежащего катета к прилежащему, то есть отношение ВС к АС. Известно, что тангенс угла А – это 15 восьмых, значит ВС относится к АС как 15 к 8. Отсюда видно, что АС равно 8 по теореме Пифагора АВ равно корень квадратный из суммы квадратов катетов. Подставляем 8 в квадрате плюс 15 в квадрате. Корень квадратный из данной суммы будет равен 17. Итак, ответ 17. Повторим, что высота в равнобедренном треугольнике, проведенной к основанию, является и медианой. В прямоугольном треугольнике сумма острых углов равна 90 градусов. Если в треугольнике два угла равны, то такой треугольник равнобедренный. Итак, рассмотрим следующую задачу. Известно, что в равнобедренном треугольнике АВС, АВ является основанием, косинус угла А равен корень из двух делить на 2. Найти АВ. Так как СН является высотой, значит А является также и медианой в равнобедренном треугольнике. БХ равно ХА, значит АВ это 2 умножить на АХ. Косинус угла А равен корень из двух делить на 2, значит угол А равен 45 градусов. ХА равно СХ равен 26. Треугольник АСХ равнобедренный. АВ равно 2 умножить на 26, равно 52. Итак, ответ 52. Повторим, что высота в равнобедренном треугольнике, проведенном к основанию, является и медианой. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Рассмотрим следующую задачу. Итак, известно, что треугольник АВС равносторонний. Сторона равна 78 корней из трех. Необходимо найти СХ. СХ в равностороннем треугольнике является и медианой, и высотой. Значит, БХ равно АХ. То есть АХ это 1 вторая стороны АВ. Так как нам известна сторона 78 корней из трех, то АВ, половина АВ это 39 корней из трех. По теореме Пифагора из треугольника АСХ следует, что высота СХ будет равна корню квадратному из АС в квадрате минус АХ в квадрате. Подставляем вместо АС и АХ известные величины и получим, что СХ будет равно 117. Итак, ответ 117. Повторим, что высота в прямоугольном треугольнике, проведенная к основанию, является бисектрисой и медианой. В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла 30 градусов, равен половине гипотенузы. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Итак, рассмотрим следующую задачу. Задача номер 8. Нам известно, что в равнобедренном треугольнике АВС, где АВ это основание, угол С равен 120 градусов, боковая сторона равна 25 корней из трех. Необходимо найти основание АВ. Проведем высоту СХ. Получим треугольник ВСХ. Этот треугольник будет прямоугольным. Так как угол при вершине С равен 120 градусов, то угол ВСХ будет равен 60 градусов. Следовательно, угол СБХ равен 30 градусов. Следовательно, СХ это катет, лежащий напротив угла 30 градусов. Следовательно, он будет равен половине гипотенузы. То есть СХ это 1 вторая умножить на 25 корней из трех. По теореме Пифагора из треугольника ВСХ следует, что ВСХ это корень квадратный из ВС в квадрате минус СХ в квадрате равно 25 корней из трех в квадрате минус 1 вторая умножить на 25 корней из трех в квадрате. Вычислив, мы получим, что это будет 37,5. Чтобы получить АВ, мы должны ВСХ умножить на 2. Значит, 37,5 мы умножаем на 2 и получаем 75. Итак, ответ 75. Итак, повторим, что в равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов. Смежными углами называются углы, у которых есть общая сторона, а две другие являются дополнительными лучами. И сумма смежных углов равна 180 градусов. Рассмотрим следующую задачу. Итак, нам необходимо найти угол АВС в градусах. Проведем из произвольной точки луча ВС перпендикуляр к прямой АВ до пересечения с ней. Таким образом, у нас треугольник ВСД прямоугольный. Угол В будет равен 90 градусов. Следовательно, угол С и угол В будут равны 45 градусов по свойству острых углов прямоугольного треугольника. Угол АВС плюс угол СВД будут равны 180 градусов как смежные. Следовательно, чтобы найти угол АВС, мы из 180 градусов вычитаем угол СВД. В ответе мы получим 135 градусов. Итак, ответ 135. Итак, ребята, домашнее задание. Повторить страницу 32-36, страницу 69-79, все правила, все определения, все свойства, которые расположены в данном материале по учебнику. Геометрия 7-9 класс под редакцией от Анасяна. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте, ребята. У нас с вами сегодня урок литературы. Тема Михаил Александрович Шолохов. Судьба человека и Родины в рассказе «Судьба человека». Цель нашего урока – познакомиться с основными этапами жизни писателя, осмыслить идейно-художественное содержание рассказа. Михаил Александрович Шолохов родился в 1905 году. Это советский писатель, обладатель Нобелевской премии по литературе, автор таких известных произведений, как «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека», «Донские рассказы». Первое образование в биографии Шолохова было получено в Москве в годы Первой мировой войны. Затем он учился в гимназии в Воронежской губернии в городе Богучар. Приехав в Москву для продолжения образования и, не поступив, вынужден был сменить множество рабочих специальностей, чтобы прокормиться. Широкую известность Шолохову принесло произведение о донских казаках во времена войны. Это роман «Тихий Дон». В 1965 году Шолохов получил Нобелевскую премию. Известными произведениями Шолохова также являются и рассказ «Судьба человека». В 60-х годах Шолохов практически перестал заниматься литературой. Любил уделять время охоте и рыбалке, все свои награды передал на благотворительность. Рассказ «Судьба человека» — это автобиографический рассказ. В 1946 году, находясь на охоте, Шолохов встретился с шофером у степной речушки. Он был не один, а с маленьким приемным сынишкой. Шофер поведал писателю печальную повесть своей жизни. Рассказ случайного знакомого захватил писателя. Возвратившись с охотой и находясь под впечатлением от встречи, Шолохов сказал, что обязательно должен написать об этом. Но не вышло. К своей исповеди он вернулся только через 10 лет, в 1956 году. О чем же это произведение? Давайте мы с вами обратимся к названию рассказа. «Судьба человека». Что такое судьба? Судьба — это жизненные события или обстоятельства, которые влияют на бытие человека или народа. Значит, логично, что судьба человека равна судьбе народной. Тема рассказа — трагическая судьба человека и всей страны во время Великой Отечественной войны. Сила духа простого человека. Поиск жизненного смысла. Композиция — это рассказ в рассказе. Мы с вами об этом поговорим чуть позже. В повествовании от лица ведется главного героя Андрея Соколова. Проблема этого рассказа заключается в том, что каждый человек стоит перед выбором. Но не всегда наша с вами жизненная позиция ставит нас лицом к лицу со смертельной опасностью. Давайте мы с вами посмотрим, что же случилось в жизни главного героя. Произведение делится на три части. До войны, во время войны и после войны. Давайте посмотрим, какие жизненные препятствия выпали на долю главного героя. До войны Андрей Соколов был обычным человеком. У него был дом, семья, работа. Да, конечно, все складывалось не очень гладко, но он стремился, потому что была любимая жена, были дети. Андрей Соколов выучился на шофера, работал на грузовике. Дети хорошо учились в школе, радовали его две девочки и мальчик. Все шло как обычно, и вдруг грянула война, которая совсем не входила в планы нашего героя, как и в планы всех русских людей. И уже на третий день Соколов отправился на фронт. О войне мы с вами знаем только по наслышке. От воинов, фронтовиков, воспоминания тех, кто пришли эти тяжелые дни. Что же случилось с нашим героем во время войны? Он воюет, получает ранения, попадает в плен, бежит, снова попадает в плен, происходит дуэль с начальником лагеря, бежит с языком, немецким майором, и героем возвращается обратно в строй. Эпизод допроса очень важен для раскрытия идейного содержания произведения. Мы здесь видим описание плена, лишение солдат, голод, смерть, пытки, мужество русских воинов, силу духа, человечность. Идя на допрос к Мюллеру, Андрей Соколов понимал, что его ждет расстрел. Он прощается со своими товарищами и, смело глядя в глаза смерти, идет к Мюллеру. Какими качествами обладает Андрей Соколов? Конечно, это справедливостью, потому что он не молчал о том, что видел во время войны и в плену. Честность, потому что он смело высказывал свою позицию. СМЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ, ИДЯ НА СМЕРТЬ, МОГ ДОСТОЙНО ВЫЙТЕ ИЗ ЭТОЙ СИТУАЦИИ. Идя на расстрел, после допроса он возвращается с буханкой хлеба и салом. Человек, Мюллер, жестокий, честолюбивый и властный, подарил жизнь Андрею Соколову. Почему? Что случилось во время допроса? Вы это узнаете, прочитав, конечно, рассказ. После войны Андрей Соколов возвращается на родину, в Воронеж. Но из письма своего соседа он узнает, что вместо дома осталась воронка. В душе пустота. Что может спасти человека, который понимает, что семья погибла? Остался один сын. Надежда. Кто же такой Ванюшка? Что произошло? Андрей Соколов получает письмо от своего родного сына и узнает, что он командует батальоном. Но 9 мая, в день победы, немецкий снайпер убивает сына Андрея Соколова. Работая в Урюпинске, приехав к своему другу, однажды в магазине он встретил маленького мальчика и понял, что это ребенок-сирота. Андрей Соколов забирает к себе этого ребенка и говорит, что это он его, отец, который искал его от Германии до России. Два осередевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невидомой силы. Что-то ждет их впереди. Андрей Соколов, вспоминая свою семью, погибших детей, погибшую жену, всю свою любовь и стремление к жизни подарил маленькому ребенку. И, просыпаясь ночью, замечал, что вся его подушка в слезах. В жизни он сильный, потому что он должен быть ответственным за маленькую живую душу. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Какой мы должны с вами, ребята, сделать вывод урока? В рассказе присутствует, конечно же, жизнеутверждающий мотив. Через судьбу характера одного человека Шолохов показал силу характера целого народа с его силой духа, жаждой жизни. В образе героя соединились такие качества, как стойкость, великодушие, умение любить, мужество, сострадание, доброта, сила характера. Ребята, давайте мы с вами вспомним, где нам понадобятся с вами эти нравственные понятия. Конечно, на основном государственном экзамене по русскому языку, когда вы будете писать третью часть экзамена сочинения о рассуждении. Это замечательное произведение, которое станет классическим примером, образцовым примером для аргумента из литературы. Кроме этого, в произведении речь идет о жестокостях судьбы, которые могут противостоять любовь, душевная теплота, сила духа, храбрость, человеческое достоинство, нравственность. Предлагаю вам дома выполнить следующее домашнее задание. Прочитайте, пожалуйста, статью биографии Шолохова на страницах 167-170 и составьте краткий тезисный план. Прочитайте рассказ на странице 170-193 в учебнике под редакцией Коровиной второй части. Письменно ответьте на один из вопросов на странице 193. И предлагаю вам выполнить дифференцированное задание на отдельную отметку. Подготовьте иллюстрацию к одному из сюжетов рассказа с цитированием наизусть. Спасибо за внимание, успехов, всего хорошего. Здравствуйте. Экономический район России, с которым мы с вами познакомимся, своеобразен и неповторим. Это район, в котором находится полюс холода северного полушария города Аймекун. Здесь располагается крайняя восточная точка России мыс Дежнева. Самый высокий действующий вулкан России Ключевская сопка. Уникальный комплекс природной Уссурийской тайги, где проживает 90% популяции Амурского тигра, природный парк Ленские столбы, заповедник остров Врангеля и другое. Это Дальневосточный экономический район. Тема сегодняшнего урока пространство Дальнего Востока. На уроке мы познакомимся с общими сведениями о Дальнем Востоке, рассмотрим основные черты экономико-географического положения территории, выясним, кто открывал и исследовал территорию данного района. Дальневосточный экономический район относится к азиатским районам России и находится в восточной экономической зоне. Этот район самый большой по площади. Его площадь 6 млн 517 тыс. квадратных километров. численность населения составляет 6 млн 252 тыс. человек и по этому показателю район находится на предпоследнем месте среди экономических районов России. В районе находится 68 городов, самые крупные из которых Владивосток и Хабаровск. Вот наш район. В состав района входит 9 субъектов федерации. Республика Саха, административный центр, город Якутск, еврейская автономная область, город Биробиджан, чукотский автономный округ, город Анадырь, приморский край, город Владивосток, Хабаровский край, город Хабаровск, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Амурская область, город Благовещенск, Магаданская область, город Магадан и единственная островная область Сахалинская, город Южно-Сахалинск. Самым большим субъектом федерации по площади в районе является Республика Саха. Ее площадь 3 миллиона 103 тысячи квадратных километров. Самый маленький еврейская автономная область ее площадь 36 тысяч квадратных километров. Самый большой по численности населения субъект это Приморский край. Здесь проживает 1 миллион 947 тысяч человек. Самый маленький Чукотский автономный округ, где проживает 51 тысяча человек. Дальневосточный экономический район выделяется по своей площади. Он занимает 40 процентов территории страны, но количество населения здесь невелико. Экономическим лидером территории является город Владивосток. Владивосток это столица дальневосточного федерального округа. Сам город лидирует по численности населения в округе, по количеству привлекаемых инвестиций, по вкладу в региональный продукт и так далее. Сам город является бизнес-столицей и международным центром, в котором с 2015 года проводится Восточный экономический форум. Во Владивосток переместились и научно-исследовательские учреждения. На острове Русском построен крупнейший на Дальнем Востоке университет ДФУ Дальневосточный федеральный университет. Таким образом мы можем сделать вывод, что Дальний Восток резко выделяется по площади территории и занимает 40% площади страны. Количество населения в нем невелико, по этому показателю район находится на предпоследнем месте. А столицей Дальневосточного федерального округа и самым крупным городом района является город Владивосток. Хозяйство любой территории и размещение отраслей промышленности зависит от экономико-географического положения территории. Экономико-географическое положение это положение района по отношению к тем объектам, которые имеют для него экономическое значение. К таким объектам относятся положение района, его экономическое окружение, положение района по отношению к транспортным магистралям, а также положение района по отношению к крупным топливным и сырьевым базам страны. Главными чертами экономико-географического положения Дальнего Востока является его удаленность от центра, расположение на восточных границах страны. Этот район имеет обширный выход к Северному Ледовитому океану, к Тихому океану, а также к морям. Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Беринговое море, Охотское, Японское море и другие. Протяженная сухопутная граница с Китаем, сухопутная граница с Кореей, водная граница с Соединенными Штатами Америки и с Японией. Внутри страны сам район граничит с Восточной Сибирью, которая также является крупной сырьевой базой страны. На территории самого района ведется добыча полезных ископаемых. Здесь сосредоточено 827 месторождений. Среди них месторождение алмазов, золота, серебра, цветных металлов. В целом экономико-географическое положение района выгодно, но большая протяженность района с севера на юг и то, что часть района находится за Северным полярным кругом, приводит к возникновению суровых природных условий, которые затрудняют освоение данной территории. После открытия Сибири Ермаком на востоку стремились русские землепроходцы и исследователи. Одни двигались вдоль северных морей, другие отправлялись вдоль южных сибирских границ. Казачий атаман Иван Москвитин в 1639 году основал острог, который стал городом Охотском, первым портом на Тихом океане. Землепроходец и путешественник Семен Дежнев в 1648 году первый открыл пролив между Азией и Северной Америкой. Его именем названа крайняя восточная точка страны – мыс Дежнева. Землепроходец Ерофей Хабаров в 1650 году основал первое поселение на Амуре. Его именем назван город Хабаровск. Казачий атаман Владимир Атласов в 1697-98 годах совершил поход по Камчатке. Наш поэт Александр Сергеевич Пушкин назвал Атласова камчатским ермаком, а академик Рашининников – обретателем Камчатки. Лейтенанты русского морского флота Дмитрий Харитон-Лаптевы в 1736-39 годах изучали побережье Северного Ледовитого океана. В честь них названы море и пролив. Море Лаптевых, пролив Дмитрия Лаптева. Офицер русского флота, командир-командор Витус Беринг в 1740-1741 году во второй раз открыл пролив между Азией и Северной Америкой и явился основателем современного города Петропавловск-Камчатский. Его именем названы море, пролив и острова. Берингово море, Берингов пролив, Командорские острова. Можно сделать вывод, что активное освоение дальневосточного района началось в 17 веке, и в этот момент особую роль сыграли русские, которые построили часть крупных городов и закрепились на побережье Тихого океана. Подводя итог сегодняшнего урока, можно сделать следующие выводы. Дальневосточный экономический район относится к азиатским районам России и расположен в восточной экономической зоне. Площадь района 6 млн 517 тысяч квадратных километров. Самый большой по площади экономический район занимает первое место, но один из самых маленьких по численности населения. Здесь проживает 6 млн 252 тысячи человек. В состав района входит 9 субъектов. Среди них одна республика, одна автономная область, один автономный округ, три края и три области. Главными чертами ЭГП являются удаленность от центра, обширный выход к морям и океанам, граница сухопутная с Китаем и Кореей, также протяженная морская граница США и Японии. Экономико-географическое положение района выгодно, но природные условия очень суровые в северной части территории затрудняют освоение этого района. Активное освоение района началось в 17 веке. Особую роль здесь сыграло русскоязычное население, которое построило ряд городов и закрепилось на побережье Тихого океана. Рассмотрим некоторые экзаменационные задания, касающиеся Дальнего Востока. Чаще всего такие задания у нас связаны с выбором нескольких вариантов ответа. Например, какие вот из утверждений о Дальнем Востоке верны? Выберите три верных определения. Регион характеризуется разнообразными климатическими условиями и ландшафтами. На большей части территории Дальнего Востока имеются многолетние мерзлые породы. К коренным народам Дальнего Востока относятся в том числе хакасы, коми и коряки. Дальний Восток омолевается морями двух океанов. Для значительной части региона характерна высокая плотность населения. В данном задании ответами являются цифры 1, 2 и 4. Регион характеризуется разнообразием климатических условий и ландшафтов. Да, территория вытянута с севера на восток, поэтому меняются климат и природные зоны. На большей части территории Дальнего Востока имеются многолетние мерзлые породы. Да, потому что часть Дальнего Востока лежит за пределами северного полярного круга. Дальний Восток омывается морями двух океанов. Да, омывается водами Тихого океана и Северного Ледовитого. Какие три утверждения о Дальнем Востоке России верны? В состав Дальнего Востока включается крупнейший по площади субъект Российской Федерации. Территория этой части страны выходит к двум океанам. На территории Дальнего Востока получили развитие предприятия железнодорожного машиностроения. Дальний Восток не имеет в своем составе ни одной республики. На Дальнем Востоке находится один из конечных пунктов Байкало-Амурской магистрали. Ответами к этому заданию являются цифры 1, 2 и 5. В состав Дальнего Востока включается крупнейший по площади субъект России. Да, это республика Саха. Территория этой части страны выходит к двум океанам. Да, Дальний Восток выходит к Тихому и Северному Ледовитому океану. На Дальнем Востоке находится один из конечных пунктов Байкало-Амурской магистрали. Действительно, река Амур, Амурская область, конечный пункт Байкбама. Какие утверждения о Камчатском крае верны? Камчатский край включает в себя бывшую территорию Карягского автономного округа. Основной отраслью сельского хозяйства края является рыболовство. На территории края находится памятник природы всемирного значения, долина Ейзеров. На Камчатке расположена крайняя восточная точка РФ. Одни из представителей коренных народов края Нганасаны. Правильными ответами на этот вопрос являются цифры 1, 2 и 3. Камчатский край включает в себя бывшую территорию Карягского автономного округа. Да, здесь находится Карягское Нагорье. Основной отраслью сельского хозяйства края является рыболовство. Да, потому что район имеет обширный выход к морям и океанам. На территории края находится памятник природы всемирного значения долина Ейзеров. Да, вулкан Ключевская сопка и сопутствующие ей явления это гейзеры. Еще один вопрос. Определите субъект Российской Федерации по его описанию. Эта область имеет границу с Китаем. Есть месторождение бурого угля и крупная ГЭС. Административный центр является центром судостроения. Названа область по имени крупной реки, протекающей по ее территории. Правильным ответом на этот вопрос является Амурская область. Здесь мы можем зацепиться за несколько предложений. Граница с Китаем, месторождение бурого угля, крупная ГЭС. Область названа по имени крупной реки, реки Амур, которая протекает по территории данной области. Для закрепления знаний сегодняшнего урока домашнее задание будет следующее. Работа с учебником. Страница 189-186-189, работа с текстом учебника, а также работа с картами. Дальний Восток, физическая карта на странице 188, Федеративное устройство России, страница 228-229. Наш урок закончен. Спасибо за внимание. Уважаемые девятиклассники, тема занятия – ядерная реакция, атомная энергетика, обобщение по теме квантовые явления. В 1939 году произошло открытие, которое коренным образом изменило жизнь человечества. Это открытие деления ядер урана при бомбардировке их нейтронами. Был создан и новый источник энергии, и новая отрасль энергетики, атомная энергетика. Было создано новое оружие, ядерное оружие. На этом уроке вы познакомитесь с ядерными реакциями, с цепной ядерной реакцией деления урана. Вы узнаете основные особенности атомной энергетики и общие принципы работы атомных электростанций. Чтобы понять, почему ядро урана под действием нейтрона начинает делиться, представим себе ядро урана в виде жидкой капли. Нейтрон, попадая в ядро, сообщает ему дополнительную энергию, и ядро начинает колебаться. В ядре помимо ядерных сил действуют и электростатические силы отталкивания протонов, в результате чего крайние части ядра отдаляются, и атом, возможно, начнет делиться. Как правило, образуются два тяжелых осколка и два-три нейтрона. При этом освобождается энергия, которая представляет собой кинетическую энергию ядер осколков нейтрона и гамма-излучения. При делении одного ядра урана высвобождается энергия 200 мегаэлектронов вольт, которая в пересчете на один протон или нейтрон составляет порядка 10-11 степени джоуля. При работе же крупной установки одновременно делится несколько ядер урана, и поэтому высвобождается огромное количество энергии. Но где взять необходимое число нейтронов для такого деления? Эти нейтроны поставляет сам уран. Вспомним, что при делении урана, кроме двух-трех тяжелых осколков, освобождается 2-3 нейтрона. Образовавшиеся в результате первого деления нейтроны смогут разделить новые ядра урана, и при этом деления снова образуются нейтроны. После каждого деления увеличивается число нейтронов, и происходит все больше делений. Цепная ядерная реакция – это самоподдерживающая реакция деления тяжелых ядер, в которой непрерывно воспроизводятся нейтроны, делящие все новые и новые ядра. Однако несколько ядер урана недостаточно для протекания цепной ядерной реакции. Образующихся нейтронов не хватает для деления новых ядер, так как не все нейтроны могут участвовать в этом делении. Наименьшая масса вещества, при котором возможно протекание цепной реакции, называется критической массой. Кроме реакции деления, огромная энергия выделяется и в реакциях синтеза и слияния ядер. Такие реакции происходят в недрах Солнца и других звезд, состоящих в основном из водорода. Например, четыре ядра протона в результате ядерных реакций образуют ядро атома гелия, состоящее из двух протонов и двух нейтронов. Энергетический выход такой реакции чрезвычайно высок, поскольку синтез легких ядер сопровождается примерно в шесть раз большим выделением энергии на один нуклон по сравнению с реакцией деления тяжелых ядер. Открытие деления тяжелых ядер привело к возникновению атомной энергетики, основанной на использовании энергии, запасенной внутри атома. Установки, на которых атомная энергия превращается в электрическую, называются атомными электростанциями. На современных атомных электростанциях для производства электроэнергии используется энергия, выделяющаяся в результате цепной реакции деления. В качестве источника топлива используется преимущественно уран-235. При делении одного килограмма урана-235 в среднем выделяется столько энергии, сколько выделяется при сжигании двух тысяч тонн нефти или трех тысяч тонн каменного угля. Сердцем атомной электростанции является атомный реактор, который предназначен для осуществления управляемых ядерных реакций. Главную часть ядерного реактора называют активной зоной. В активной зоне расположены тепловыделяющие элементы твелы, имеющие трубчатую форму и содержащие топливо. Топливо для реактора работает от трех до пяти лет, после чего твелы извлекают из реактора и заменяют на новые. Чтобы ядерное топливо максимально эффективно использовалось, в активную зону реактора вводят замедлители, которые замедляют нейтроны, выделяющиеся при цепных реакциях. Для управления цепной реакцией в реакторе предусмотрены регулирующие стержни, которые состоят из материалов, поглощающие нейтроны. Для того, чтобы остановить цепную реакцию, регулирующие стержни погружают полностью в активную зону. Чтобы заново запустить реактор, стержни постепенно выводят до тех пор, пока не начнется опять цепная ядерная реакция урана. Снаружи активная зона окружена отражателем нейтронов, который не позволяет нейтронам покидать активную зону. Поверх отражателя располагается стальной корпус реактора и защитный слой бетона, который ослабевает радиоактивное излучение до биологически безопасного уровня. Принцип работы атомной электростанции ничем не отличается от принципа работы обычной ТЭС. Так тепло, выделяющееся в реакторе, нагревает циркулирующую в реакторе воду, которая превращается в пар. Затем пар подается на турбину электрогенератора, который преобразует кинетическую энергию пара в электрическую. Преимуществом ядерной энергетики является отсутствие вредных выбросов в атмосферу при расходе ядерного топлива. Атомная энергетика также позволяет решить вопрос перспективу, проблему ограниченного запаса ресурсов на Земле. Но в атомной энергетике есть и свои проблемы. Одной из проблем является очень серьезная проблема за хранение радиоактивных отходов. К сожалению, на сегодняшний день нет такой технологии, которая позволила бы абсолютно безопасно хранить ядерные отходы атомных электростанций. Прежде чем перейти к разбору задач по данной теме, необходимо вспомнить химические обозначения элемента и условные обозначения основных величин. Итак, химический элемент обозначается буквой Х. В верхнем левом углу записывается массовое число. Это число протонов и нейтронов, так называемых нуклонов в ядре. В нижнем левом углу записывается зарядовое число. Зарядовое число обозначает число протонов или число электронов. Зарядовое число Z обозначает также номер химического элемента в периодической системе таблицы Менделеева. А массовое число – это атомная масса в этой же таблице. Итак, на презентации показано, где у нас зарядовое число и где массовое число химического элемента. Данные повторения нам необходимы для решения задач. Но прежде всего вспомним, что при ядерных реакциях выполняется ряд законов сохранения. Закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда. Так, сумма электрического заряда частиц, вступающих в ядерную реакцию, равна сумме электрических зарядов частиц, полученных в результате ядерной реакции. Или более простой форме – сумма зарядовых чисел частиц, вступающих в реакцию, равно сумме зарядовых чисел продукта в реакции. Кроме известной классической физики законов сохранения, в ядерной физике существует закон сохранения массового числа. Сумма массовых чисел частиц, вступающих в ядерную реакцию, равняется сумме массовых чисел частиц, полученных в результате реакции. Напомню, массовое число – это число протонов и нейтронов в ядре, так называемых сумма нуклонов. Массовое число частицы до ядерной реакции равняется 226. Сумма массовых чисел частиц после ядерной реакции также, как вы видите, равняется 226. Выполняется закон сохранения массового числа. Зарядовое число – 88 частицы до ядерной реакции. Сумма зарядовых чисел частиц после ядерной реакции тоже составляет 88. Эти два простых правила применим при решении задач номер 10 банка заданий УГЭ. Произошла следующая ядерная реакция. Чему равно количество протонов в ядре х? Рассмотрим. Сумма протонов частиц до ядерной реакции – 13 плюс 0. Сумма протонов частиц после ядерной реакции – х плюс 2. В результате несложных математических действий мы находим, что х равняется 13 минус 2, получаем 11. Ответ – 11. А теперь домашнее задание. Параграф 26-27. Учебник Кабардин. Прорешайте задачи с сайта РешиУГЭ. Задание номер 10. Всего вам доброго. Успехов в учебе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова